Кто подключился, присоединяемся к молитве, кто еще подключается, да, слава Богу, доброе утро, Отец, и благодарю Тебя, Господь, за все, благодарю, благодарю за это утро доброе, Твое благословенное утро, благодарю за эту милость и благодать Твою, благодарю Тебя, Господь. И Церковь Твою, Господь, благоставляю, да, народ Твоя благоставляю, благоставляю миром, шаломом Твоим, во имя Иисуса Христа. Хо, благостави, благостави пение сегодня наше, да, аминь, подпевайте тоже, братья, сестры, подпевайте, а, да, а Лидия написала, доброе утро, благословенного дня, шалом, братья и сестры, и Елена пишет, шалом, да, Лидия, Елена, все, кто сейчас онлайн, все, кто подключился, подпевайте, пожалуйста, тоже, хорошо, вот, как можете, там, хотя бы просто мурлыкать даже, значит, ну, вот, мурнычьте. Подпевайте, вдыхайте и выдыхайте вот этот аромат любви Бога, да, спасибо тебе, Господь, вдыхаю любви аромат, океан Божьей любви, да, хорошо, да, слава Богу, спасибо за послушание, да, классно, да, это очень хорошо. Вот, и, да, Елена Сергеевички шлет, да, тоже, самый первый сегодня, да, да, слава Богу, да, пусть Бог благословит вас, друзья, и мои, надеюсь, уже тоже подключились уже. Песню, которую я сегодня хочу петь, вообще, наверное, обратили внимание, как-то вот, не знаю, так получилось, ненарочно, а теперь уже я стал уже об этом задумываться, и вот эти последние дни тоже ищу песни некоторые, молюсь там, и Бог дает песни эти. Вот, вот, у меня сборник, это песни Возрождение, смотрю, да, интересно, прям в тему как раз песни, думаю, здорово, вот, я и буду петь сегодня утром или сегодня вечером, вот, и дальше не знаю, как уже дальше Господь поведет, вот, вот, но люблю петь вообще, и вот, и какие-то новые песни, да, прошу Бога, тоже и о творчестве таком, и песни, вот, сегодня рождаются, новые песни рождаются, вот, слушаю, да, слава Богу, и вот, и хочу из этих старых песен взять все самое ценное и немного обработать их, немного, некоторые слова немного заменить, как бы, дописать, дописать, вот к этой песне, допустим, «Люблю Господь твой дом», называется, песня называется «Люблю Господь твой дом», можете набрать там на Ютубе, там, вот, ну, лучше не на Ютубе сейчас, а на этом, трансляция идет на Ютубе же, ну, в гугле, короче, наберите там «Люблю Господь твой дом», «Черток любви твоей», вот так вот песня называется, да, «Люблю Господь твой дом», вот, старая песня, тоже автор неизвестен даже, там, то есть, написали давным-давно уже, вот, христиане-то, пели и баптисты, и песятники, и малакане пели, и адвентисты, там, и разные очень верующие пели, вот, и мне очень понравилась эта песня тоже, давно уже, просто тоже не пел я никогда раньше, там, вот, а в церкви мы ее вообще не пели даже у себя, вот, но и думаю, что, вот, в православном реформаторском братстве как раз будем мы вот, вот, и мы уже, почин уже почали, мы уже начали использовать, там, с самого начала, собственно, вот, возрождение православно-обновленческого движения, вот, использовать, там, ну, что использовали, там, и католические песнопения, протестантские, евангельские, там, разные, харизматические, баптистские, песятнические, разные очень церкви, использовали песнопения, элементы служения, да, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, тебе святой спасибо 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 благодарю тебя благодарю благодарю шалом брата шалом шалом мир всем вам друзья тоже подпевайте друзья братья сестры все люблю господь твой дом люблю господь твой дом димитрий да шалом возлюбленной божий доброе утро серёжа слава богу да доброе утро да слава богу дима доброе утро аллилуйя так интересно да серёжа да бог не назвал серёжей так интересно да я с молоканами общался духоборами молоканами деды такие вот и они там друг друга так вот все называют серёженька ванечка петенька димочка там короче так вот вот именно так вот я так удивился но мне как-то неудобно было обращаться там 80-летним этом 90-летнему деду обращаться так вот они настаивали нет вот именно только так вот у нас принято вот в нашем уставе духоборческом молоканском вот так принято только общаться вот с коренными такими до духовоборами общался интересно так тоже да вот откуда они взяли такую традицию они мне толком не объяснили но я подозреваю тоже не без откровения какого-то еще у праотцов первопроходцев этого братства 50 такого духоборческого молоканского братства ой спасибо тебе господь спасибо 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 тебе святой люблю господь твой дом братья отец благоставит и пение благостави 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 нас господь эти слова написаны давным давно уже и петы очень многими верующими в разные периоды в разные времена и гонений и да и мира слава иисусу христу наталья пишет да доброе утро возлюбленных шалом всем божьи благословения всем аминь аллилуйя да да аминь аминь и эти слова пелись разными людьми в разные эпохи в разные времена и сегодня нам дай петь доброе утро тамара пишет всем очень люблю когда молитва общение проповедь начнется с прославления бога в песнях да я тоже очень люблю вообще очень люблю когда сама даже проповедь она песней и продолжается и начинается песни продолжается песни и заканчивается песнями вот потому что не знаю как как лично по мне то песнями как то все душа лучше воспринимает честно говоря вот когда проповедь она без песен это ну нет бывает проповеди и без песен но они она как песня уже звучит льется просто как песня бывает такое люблю я церковь из людей искупленных христом алексей пишет аминь аминь да да вот допустим здесь вот в киеве тоже ну не в самом киеве в ваше пешхнебе вешне ваше есть такое вешне ваше там значит пылып савочка пылып савочка пастор очень люблю я его можете на тоже посмотреть его проповеди на youtube и там очень много тоже а церковь спасения спасения церква спасения пастор пылып пылып савочка пылып савочка ну филипп по-русски а так пылып у него очень много такая украинская такая вот она за настолько богатый какая-то вот такая не знаю прям вот заслушаешься я каждый раз прям ну чуть не раздинов рот просто слушали вообще на слове просто наслаждаюсь у него такие обороты речи украинской что вот хоть на хлеб машут на самом деле вот настолько не и такие сладостные настолько не мягкие такие и вот он когда проповедует он не поет просто проповедует ну вот у меня такое ощущение что он поет прям вот не знаюnet когда они бывают на служение редко правда бывало и у них на служение тоже там делился словам я вот хорошая церковь очень все кто вишневом бывать о всем рекомендую обязательно побывайте у них на собрании вы это очень хорошая церковь здравая такая филипп он очень молодец конечно и вот его у него вот это вот конечно речь у нас только говорит это все настолько это все прозвало шая Мову украинскую Как будто песня идет Спасибо Господь Спасибо тебе Святой Или может мне так кажется Я так воспринимаю Спасибо Потому что В этом измерении У нас есть речь А есть пение А вот в Божьем измерении Там не поймешь В том более реальном мире Там говоришь как будто поешь Вот не знаю У меня такое ощущение осталось до сих пор Когда об этом вспоминаю Опять таки из своего субъективного опыта Не знаю И схожу наверное Там как будто пение Настолько мягко Как Филипп пастор проповедует Нечто у него что то есть такое райское Хорошо он меня не слышит А то захвалил сегодня утречком Роза пишет шалом друзья Шалом И удивительно конечно Спасибо Господь Я слышала что раньше Библию читали нараспев Гелена пишет Да Мне тоже очень нравится Да Я тоже порой Вот когда один на один Вот На публике это не поймут Просто люди И даже в церкви У нас даже так не особенно поймут А вот так вот Когда один на один с Господом То я часто ее просто пою Вот просто пою Ну вот тут Так Мурлычу про себя По чуть-чуть Так вот Мне очень нравится Вот ее читать Вот особенно псалмы Вот притчи Вот многие вещи И песня песни Это сто процентов Ее только пением Можно вот прочесть Ее Вот так вот просто Прочесть не получится Библию И пишет Шалом 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 Вот Послания апостольские Многие Да вот Особенно Павлова Эти вот Ефесянам В частности Будущий человек Из Ефесян С пятой главы Спасибо Господь Спасибо Спасибо Благослови нас Благослови Да, друзья Кто подключился Начнем Вот с псалма Этого Люблю Господь Твой дом Боже Благослови Люблю Господь Твой дом А этот дом Этот мы Этот дом Ты Я Он Она Вместе Божий дом Божия семья Церковь Божья Дом твой Господь Он здесь Дом твой Он среди нас Дом твой Да Это мы Люблю Господь Твой дом Черток Черток Любви Твоей Люблю я Церковь Из людей Искупленных Христом Люблю я Церковь Из людей Искупленных 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 Христом Люблю предвечный Бог Я церковь Твой Алмаз Ты Как зрачок Лучистых Глаз Хранишь Ее Порог Ты Как Зрачок Лучистых Глаз Хранишь Ее Порог Ты Как зрачок Лучистых Глаз Собранье Душ Живых Взываю Сердцем И Душой Всегда В мольбах Своих Взываю Взываю Сердцем И Душой Всегда В мольбах Своих Я рад Иметь Всегда Общенье Духа С ней Нести Все Тяжести Труда И Крест Ее Скорбей Нести Все Тяжести Труда И Крест Ее Скорбей Я Знаю Раз 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 С ней Славу Я Твою С ней Буду Петь Я Пред Тобой Спасеною Душой С ней Буду Петь Я Пред Тобой Спасеною Душой Спасеною Душой Слава Церковь Церковь Из Людей И И И И И И И С Ней Буду Петь Я Пред Тобой Спасеною Душой Слава И Тебе Стarez Тебе Церковь Воспевает Тебя Благоставляем Благоставляем Слава Слава Благодарим Тебя Господь за все Благостави Церковь свое сегодня благоставляю народ твой до в благоставляю 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 молюсь сегодняшним днем о всей церкви в целом о всей церкви о всем христианстве до молюсь господь благослови благослови молю господь божья всех ветвях христианство многоветвистого древа царства твоего боже благослови и засохшие веточки, да, ты способен действительно их снова оживить да, те, что умерли, те, что, да ты их воскрешаешь те, что больны, те, что засыхают, ты их оживляешь, Господь те, что, Господь Боже, мало плода приносит Господь, но ты обрезаешь, ты заботишься, Господь о всех веточках, Господь, да спасибо тебе, Господь, о всех душах ты заботишься, Господь, спасибо тебе святой, слава тебе благословен ты, Бог наш, и твоя любовь безмерна твоя любовь безмерна ко всему миру, к церкви каждому из нас аминь и друзья из послания к ефесянам хочу прочесть сейчас с пятой главы послания ефесянам с 25 стиха и далее 27 Господь, спасибо тебе за все спасибо благодарю тебя за Павла брата нашего возлюбленного за послание его ефесянам да которым до сих пор мы назидаемся да, сколько поколений прошло мы читаем, перечитываем удивляемся твоей мудрости да, помазанию твоему Господь, Духа Святаго Твоего назидаемся, учимся спасибо тебе потому что то, что ты говоришь это на века то, что ты говоришь это навсегда то, что ты говоришь Господь, слово Твое оно действительно живо и действенно оно острее что через Моисея что через Павла что через Иисуса что через Петра кого угодно да, через каждого из нас сегодня здесь, на этой земле слово Твое оно действительно живо и действенно оно живет и действует спасибо тебе Господь живет и побеждает и послание к ефесянам 5 глава в 25 стихе вначале сам говорится о мужьях чтобы любили своих жен такое очень хорошее напоминание такое всем нам мужьям да мужья, любите своих жен а дальше вот такое сравнение прям вообще прям написано как Христос возлюбил церковь вот эту цитату я часто тоже как раз вот у нас даже в этих буклетиках там публиковали пригласительных тоже, да Христос возлюбил церковь и дальше написано и предал себя за нее вот еще одна такая тайна да шалом Сережа шалом дорогие братья и сестры да всем доброе утро да шалом шалом Иночка молодец умница да слава Богу да вот как раз ты прямо как раз вовремя написано мужья любите своих жен представляешь да Павел так назидает Ефесянам 5.25 говорит мужья любите своих жен представляешь я должен любить тебя да не просто любить тебя а вообще как Христос церковь вот это да да так что люблю тебя и Павел пишет мужьям чтобы любили как Христос церковь интересно сравнение вот это сравнение я понимаю сравнил так сравнил Христос церковь и предал себя за нее мы понимаем что Христос предал себя за весь мир вообще ибо так возлюбил Бог весь мир на самом деле и действительно да Отец Небесный возлюбил Бог Святой возлюбил весь мир Светлана пишет да будьте благословенны дети Божьи любим вас и слушаем Сакраменто Аллилуйя Аллилуйя Шалом всем святым Сакраменто так что uno 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 un momento uno Сакраменто да и друзья Бог возлюбил весь мир и он действительно да любит весь мир любит каждого все свое творение Татьяна доброе утро пусть славится имя Господне аминь 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 да будет так и но это не отменяет того той истины что Бог любит каждого из нас в отдельности то есть то что он любит весь мир да и это не отменяет абсолютно да это не ни в коем разе не убавляет не уменьшает той правды что Бог любит каждого из нас в отдельности тебя и меня каждого из нас представляете вот и тот факт что и так же тот факт что Бог любит весь мир да не отменяет того что Бог возлюбил церковь что Христос предал себя за церковь интересно он умер за весь мир и кровь его святая была пролита на Голгофе 2000 лет назад почти да за каждого за всех и вся то есть и за мусульман за христиан иудеев буддистов там кришнаитов за атеистов за кого угодно вообще синтоистов сатанистов ну прочее прочее просто пофигистов как бы да за всех короче за всех и вся но самое интересное вот он предал себя за церковь то есть среди всего того о чем он думал да на кресте вот ради чего он зашел на крест это была церковь среди всего этого удивительно спасибо тебе Господь спасибо спасибо и церковь как вот мы пели да в этой песне действительно это собрание душ живых это собрание живых людей да живые камни живые камни предал себя за нее чтобы осветить ее написано очистив баню водную посредством слова то есть он своим словом омывает церковь свою церковь вот мы говорим обычно да тоже готовится там к встрече с женихом да церковь или на свидание допустим приходит к жениху да вот или же ну чаще всего мы вот я допустим когда рассказываю об этом у себя в церкви то я обычно говорю что да вот каждая наша с ним встреча да утренние или вечерние там розы пишут амини живые да это как свидание с ним каждая углубленная такая молитва да вот каждая минута пребывания с ним да такого особенного пребывания конечно да он всегда он во все дни с нами и он каждое мгновение с нами действительно но когда мы с ним когда вот в общении да особенном общении мы непрестанно молимся но это не отменяет факт вот именно особенных таких молитвенных переживаний значит утренних или вечерних или ночных или дневных вот молитв то есть то что мы непрестанно молимся это не отменяет абсолютно и не конфликтует как говорят да вот с тем что есть особенные молитвы особенно переживания молитвы особенно погружение в него и я понимаю что да я постоянно молюсь баню водную как бы с огоньком Дмитрий пишет ну если о такой бане говорить то такую баню не люблю я честно говоря сколько раз братья там говорили значит особенно когда куда-то приезжаешь куда-нибудь они говорят о гости если гость России значит значит любит баню я говорю нет говорю братья вы сами идите вы сами в баню говорю я говорю не люблю баню нет но несколько раз я пробовал конечно да братья там значит говорили вот эта баня настоящая вот как бы понравится батюшка и парили меня по всякому значит и постепенно и не постепенно и по черному и по белому хо то есть и даже черную баньку испытал я на себе на своей шкуре в этой как называется ой такая черная местность такая такая где черная баня игра и ну Удмуртии короче север Удмуртии вот там по черному топят это жуть я вам скажу это чистилище это как в ад спустился просто вообще да это значит такая полумрак такой огонь горит значит копоть черная кругом голые мужики их лечат друг друга вениками я короче я зашел как будто в ад спустился вообще думаю кошмар думаю это вообще это называется они визжат аж от радости они аж визжат все повизгивают думаю кошмар думаю вот таких мужиков точно адом не испугаешь точно они там лишь огоньку будут просить подбросить думаю вот это да думаю это удовольствие не для меня думаю я потом там 2-3 дня больным был вообще не мог прийти в себя значит потому что ну вообще не знаю вот сухая сауна еще сухая более-менее еще а вот такая вот которая с паром которая с веником такой садомазохизм какой-то не знаю там хлещет друг друга вообще жуть такая вообще не знаю честно говоря вот это не для меня удовольствие совершенно вот и я как-то спокойно принять ванну вот как бы да значит то есть чтобы было все спокойно все там как бы равномерно как бы без таких эксцессов таких не люблю такие эксцессы вот и да вот так вот это как тоже приезжаешь там пытаются салом накормить раз киевская архипископия раз киева приехала значит думаешь что сало люблю говорю братья ну не знаю в Украине сало не люблю в России бани не люблю значит и мне и то и другое значит не знаю это как бы это вот ну могу съесть значит там если там братьев уважить но говорю нет это не для меня это не мое совершенно вообще просто не мое вот вот и а баня вот я надеюсь не про такую баню здесь шла речь но но по любому баня вот вот это как место очищения да омовения вот в те времена тоже же были бани эти старые римские бани но там кстати такого ада не было как вот в русских банях с огоньком не 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 такого там не было ужаса хлистаться там не хлистались там все было вот я читал там об этих банях они там могли целый день сидеть в этих банях общаться у них все было и библиотека и стихи и пение музыкальные инструменты просто бассейн там омовение для души вот такие римские баня времен апостола Павла вот такие бани мне по сердцу Я видел там реконструкции всякие В музеях мира Посещая там музеи Видел реконструкции, как они выглядели Нарисовано, как они примерно Все процедуры принимали И массажные кабинеты были В те времена тоже Очень любили И думаю Вот такую баню Я бы римскую посетил Но не русскую Упаси Господь Это чистилище Это может не ад, но преддверие ада точно Преддверие И знаете Действительно Баня водная Господа нашего Это слово его То есть невеста Вот мы говорим Приходит, готовится к встрече с женихом Готовится вообще К самой главной встрече Ведь много всяких встреч Есть, да Жениха и невеста Свиданий таких Вот А есть уже последняя такая Самая главная такая Завершающая встреча Да Это вот уже Собственно уже Свадьба Потом там медовый месяц Уже вечный медовый месяц С Иисусом Христом Да Значит Это самое прекрасное завершение Вообще Истории человеческого рода Вообще Здорово Спасибо Господь Спасибо Ну А на свидание Ну Невеста идет Тоже Она умывается Она приготовляется Вот Не такая же Чтобы прям как встала Прям Значит Да Значит Никакая вообще Да Вот И прям так вот И пришла на свидание Не знаю Там Значит Напугает жениха Вот Ну Если только ночью Может там Темной ночью Вот там Вот значит Где-то в селе Где-то Где нету Фонарей Вот Значит А так В нормальных условиях Конечно Напугается Добрый день Братья и сестры Всех Вам благ Марина пишет Да Аминь Аминь Всех благ От Господа Аминь Вот И поэтому Да Иисус Христос Куда Он посылает Свою невесту Иди-ка ты дорогая Куда В баню Вот Иди-ка ты в баню Значит Иди-ка ты помойся Да Приготовься Вот К этой встрече Да И Поэтому да Что для нашего физического тела Омовение Да Душ Там значит Ванна Что значит Для нашего Баня В конце концов Значит Да Только такая Без элементов Садизма Вот Как по-моему Но значит По-любому Значит Это баня А кстати Есть еще банщики Такие любители Вообще С этой парилки Да Адской такой Где жар такой Где вода закипает уже Вот И еще в ледяное В воду Еще бросаются Еще В омут с головой Прям Жуть вообще Я видел такое Экстремальное Да А кстати Здесь в Украине Тоже есть экстремалы Но Может не так сильно Здесь еще Можно было пережить Меня затянули тоже В местную баню В Карпатах Там вот буквально Как вот черти На картинках рисуют Там жарят грешников В воду Варят их Да В котлах Вот реально В котлах Вот сидят Мужики Да Значит А вместо чертей Местные Вот эти вот Гуцулы Дрова подбрасывают Туда Поленья Под эти чаны И кочергой Там Что-то Угольки Значит Шелушат Значит Теребят Все Значит Там смотрят Вот И сидят В этих чанах Мужики Значит И мы там Заказали Какой-то Ну Нам заказали Какой-то чан Большой Такой Огромный Мы там Значит Там В шестером Залезли Там еще Полно места Еще Вообще И сидели В этом чане Даже там Кстати Где-то фотки У меня Где-то Оставились Еще Я попросил Чтобы это Запечатлеть Потому что Значит Для памяти Да Я сидел Тоже в таком чане Вот Ну конечно Там Ну хотя бы Там Не умираешь Там да Жарко Конечно Тебя там Подкипает Все снизу Значит И там Варишься Будем так Говорить В этом чане Но Там хотя бы Воздух свежий Значит Карпанские горы Значит Там река Шумит Горная такая Прямо возле реки Прямо Так красиво Красота Конечно Неописуемая Вот там Да Нормально Выжил По крайней мере Вот Да Так что да Вот Господь Он нас В баню Посылает И слово Его Живое Слово Оно Есть действительно Как вода Омывающая Нас Нашего Внутреннего Человека Омывающая Это Лечебные чаны С травами Ну да Там Травы Не помню Чтобы там была Трава Какая-то с нами Там плавала Но Вообще Лечебная Говорили Лечебная Вот И вода Прям оттуда Прям Мы высоко В горы Ехали Туда В Карпаты Прям Вот И да Хотя лето Но там Было Там Так Довольно Прохладно Ну так Свежо Свежо Как говорят В Сибири Свежо Да Спасибо Господь Тебе За все Спасибо И вот Удивительно Действительно Слово Бога Для нашего Внутреннего Человека Да и Внешнего Тоже Оно Оживляет Нашего Даже Внешнего Человека Даже Эти одежды Кожаные Будем договорить Да Они тоже Оживляются От Слова Божьего Много раз Вот замечали Мы наверное Да Я лично Обращал на это Внимание Много раз Уже Вот Чтение Слова Да погружаешься В это Размышление Рассуждение Над словом И даже Тело Оно Довольно Даже Тело Оно Успокаивается Даже Тело Оно Не знаю Исцеляется Исцеление Происходит Кстати Тоже Удивительно Но для нашего Если Для внешнего Человека Нашего Да Значит Да Для наших Этих Одежд Кожаных Это Благословение То Многократно Просто Просто Многократно Большее Благословение Для нашего Внутреннего Человека И это Слово Оно Омывает Нашего Внутреннего Человека Действительно Это Удивительно Удивительно Обновление Происходит Слово Вдохновляет Аминь Да Аминь. Вдохновляет, вдыхает в нас жизнь, любви аромат этот, вдыхает в нас. И вот для чего, для чего, да, чтобы 27 стих, Ефесянам 5 глава читаю, вот значит, с 25 по 27 стихи читаю. И вот 27 стих написано, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Дабы она была свята и непорочна. Вот так вот, друзья, слава Богу. То есть Господь хочет видеть церковь свою для особого служения, снаряженную, да, непорочной, удивительно. О, славную церковь, его, славная церковь. Я еще подписываю обычно праву, праву славную. Но вообще славная церковь, славная церковь. Спасибо Господь тебе за все, спасибо, спасибо. И, конечно, да, обычно, когда говорим о церкви, вот в современном мире, да, вот мы говорим о церкви, к примеру, Обычно всегда ассоциация это со структурой церковной, иерархией, администрацией, там, да, значит, там, не знаю, конфессией, динаминацией. Все это имеет место быть, это все действительно имеет место быть. И никуда мы не денемся, на этой земле всегда два человека, три человека собираются вместе, уже какая-то возникает какая-то структуризация. Уже кто-то старший, кто-то младший, уже кто-то, значит, за одно, значит, отвечает, кто-то за другой отвечает, допустим, да. Это неизбежно в человеческом сообществе, без структуризации, без организации, если только лишь как вот Робинзон Крузо, допустим, да, или Маугли, где-то там один на один вообще, только лишь с Богом, допустим, да, ты живешь где-то одиночка, вот, или как вот отшельники, там, уходили в пустыне, допустим, да, где-нибудь жили на островах, там, жили на деревьях где-то. Вот, да, в таком случае, да, вот, человек, он может один быть, действительно, без структуризации, без структуры, без конфессии, без деноминации. Но когда два или три человека собираются вместе, уже возникает конфессионализм, такая, деноминация определенная возникает, вот, значит, ну, в легкой форме вначале, конечно же, да, вот, значит, потом уже посмотрим, как там получается, получается, потому что все равно возникает какая-то структура. Вот, но самое интересное, что, говоря о церкви, даже здесь, в этом послании, имеется в виду совершенно не это, имеется в виду даже не просто наши друг с другом взаимоотношения, а имеется в виду наши взаимоотношения с Ним, с Богом. Слово, которое от Него, оно нас обновляет, оно нас оживляет. Слово, которое от Него, оно нас очищает, омывает. И наши с Ним взаимоотношения действительно удивительные. Церковь – живой человек. Церковь – живой камень. Живые камни. В каждом из этих живых камней сам Господь Иисус Христос. Друзья, в каждом из этих камней, в каждом из нас. Это лучше сравнить, чем с камнем на сегодняшний день, да, это обычно сравнение, ну как, с живой клеткой. Мы же все многоклеточные, да, многоклеточные организмы, много клеточек. Но в каждой клеточке вот моего организма, я, информация обо мне содержится. В каждой клеточке буквально моего организма, да, содержится информация обо мне. Их множество, множество, огромное количество этих клеточек. Но в каждой написано, что да, Сережа Журавлев, в каждой из них там прописана информация обо мне. Вот так же и Христос один, но в каждой живой клеточке действительно удивительно вся информация Христа Иисуса Ну конечно есть клеточки такие, которые отмирают, но Господь может и мертвые оживетворять, аминь Так что да, есть клеточки, которые становятся опухолями на теле Христа, всякими наростами опухолями на теле Христа, но Господь исцеляет Слава Богу Святому Да, конечно, мы можем вспоминать многие периоды истории христианства, когда там метастазы буквально, греха, порога, лукавства, заквасилось все, фактически тело Христа И тело Христа представляло собой, ну еще может не мертвого, но как бы и не совсем живого уже человека Пшеничное зерно, маленькое, невзрачное на вид, но внутри каждого заключена жизнь, так и Слово Божье, Елена пишет Аминь, аминь, да, аминь Тоже очень хорошее, красивое сравнение, да, действительно Спасибо, Господь, Тебе за все, спасибо, спасибо В Тебе наша жизнь, в Тебе наше все, Господь, действительно Спасибо Тебе за все Благоставить церковь свою И церковь болеет теми же болезнями, что и Израиль болел и болеет В общем-то, в человеческом сообществе, видимо, это просто неизлечимое зло какое-то, не знаю Каждый из нас в отдельности это зло на себе может просто прочувствовать И прочувствовать, на самом деле, рано или поздно каждый из нас Просто кто-то в легкой форме этим переболеет Кто-то в тяжелой, а кто-то прямо реально умирает от этого всего Вот, такое сектантское мышление, такое я обычно называю, сектантство Вот, и Израиля Бог призвал к великому служению В свое время, да, вот мы читаем, допустим, в Ветхом Завете А в древности еще так, к великому служению Из Египта Бог вывел, да, Якова Для чего потомков Якова, да, Израиля? Для чего? Для служения Какое служение? Конечно, мы читаем тексты, допустим, из Торы Читаем пророков И лишь гадательно, лишь образно там это раскрывается Потому что в самих текстах Ветхого Завета, допустим Да и в Новом Завете об этом очень мало говорится Ветхом еще меньше Вот, собственно, о цели О цели служения вообще В Новом Завете очень четко написано это Павлом Лучше всего Вот, он сказал так Ну, конечно, да, и другими апостолами Но Павел сказал так интересно к Тимофею Да, вот этот вот фрагмент, очень красивый такой Да, он очень так много разъясняет нам Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками Человек Христос Иисус Предавший себя для искупления всех Вот, действительно, это первое послание к Тимофею Да, вторая глава В самом начале, как раз говорится, чтобы мы Что-то угодно Богу, да, чтобы мы молились за всех И вся Вот, Бог, Он хочет, чтобы все спаслись Удивительно Вот, и это действительно нам Раскрывает смысл вообще даже и Библии Всего слова, откровения всего Потому что Божья воля, чтобы действительно все спаслись Божья воля именно в этом И для этого Бог-то и вывел из Египта Потому что, находясь там в Египте Израиль не в состоянии был бы исполнить волю Бога Вообще никак Находясь в рабстве у фараона Невозможно было бы Ну, может, какое-то отдельное пробуждение среди рабов Там какое-то оживление какое-то религиозное Было бы, да Но не больше Не больше Ну, пробуждение среди рабов Это так вот Это Собрались Потусовались и разошлись Как бы В принципе, как бы Особенно Никак бы это не сказалось бы Ни на Египте Ни на В целом Глобально На всем мире Тем более Вот И Тем более, что землю Бог определил для Израиля Очертил территорию Для чего? Потому что Израиль должен был там На этом месте Будем так говорить На этой земле своей Данной Богом Показать всему миру Как надо служить Богу Как надо любить Бога Как надо знать Бога То есть Израиль должен был своим примером В то время Еще до эпохи Великого переселения народов В той эпохе Когда люди Как Павел писал Сказал Вернее Там записано В деяниях Что от одной крови Произвел Бог Весь род человеческий Назначил там Предел обитания Народом Дабы они познали Бога Дабы они познали Бога То есть Вот действительно Замысел был такой Чтобы каждый народ На своей земле Данной Богом Ему Познавал Бога И Израиль Должен был Подать пример Всему человечеству Чтобы действительно Все ищущие Жаждущие Бога С разных народов Как вот царица Савская Приезжала Послушать Чтобы они приезжали Царица Савская Приехала Это молодец конечно Красавица Молодец Умница Но Это капля в море Божий замысел Был не этот Божий замысел Был такой Чтобы тысячи И тысячи Таких цариц И царей Приезжали Чтобы тысячи И тысячи Но При Соломоне Не исполнилась Вся воля Бога Да значит Так же И при других царях При других пророках Тоже не исполняла Вся воля Бога Да и сейчас Она еще не исполняется К сожалению Вся воля Бога Не исполняется Далеко не исполняется Хотя уже два тысячелетия Эпохи благодати Мы живем Вот так вот Дамы и господа Но Но Последние десятилетия Последние столетия Последние десятилетия Особенно да вот Они стали Особенно такими Продуктивные В Царстве Божьем Да Множество душ обращается Слово Божье звучит Проповедь звучит А сейчас вообще Благодатное время Всяких карантинов Изоляций Когда миллионы Сотни миллионов верующих Оказались один на один С Господом Да Вот так вот Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо тебе Святой Благодарю тебя И вот это осознание Что Церковь Это действительно Призванные Призванные Для служения Призванные Для служения Какого служения Спасения Всего мира Бог хочет Чтобы все Люди Спаслись И достигли Познания Истины Бог хочет Спасения Всем и вся Господь Спасибо тебе Спасибо тебе Святой Спасибо 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 Но как и у Израиля Так и у церкви Те же самые болезни Те же самые искушения Сектанством Израиль этим переболел В жесткой форме Много раз Да и сейчас болеет Очень многие болеют До сих пор Вот Вот мы избраны Вот я избран Значит хорошо Народ наш избран А для чего избран Дорогой человек Для чего ты избран Для служения Мессия показал Как Действительно Образ служителя Показал Машех Показал Христос Показал Церковь То же самое Мы самые лучшие У нас Дух Святой У нас благодать А у нас в квартире газ А из нашего окна Площадь красная видна А у нас А у нас А у нас А у вас И все Вот только лишь у нас Благодать Только у нас спасение Только вот Границы церкви Очертили Как и Израиль Допустим Не понимая Что эти границы Они сосудились Не чтобы Вот закрыться А чтобы наоборот Раскрыться Чтобы раскрыть Красоту Христа Чтобы явить Христа народом Вот Но последние десятилетия Это уже раскрывается Хорошо уже Слава Богу И я думаю Еще больше Должны раскрыться Сейчас В наши дни Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Поэтому да Такая гордыня Религиозная Что еврейская Что христианская Она Не знаю Это ужасно Это все ужасно Потому что Действительно Бог спасает нас И призывает нас Для чего-то Не просто Чтобы мы Ходили Как говорится Нос кверху С оптим пузырем Чтобы значит Или с этими погонами Своими ходили Гордились своим Обрезанием Гордились Своими там Что еще нам Ну Традициями Да значит Гордились Словом Божьим Или гордились Что мы В непрерывной Системе Рукоположения Что мы Православные Я гордился Помню Вот Гордость Которой был подвержен Ужасной гордости Мне до сих пор Стыдно бывает Когда вспоминаешь Об этих моментах Служения своего Вот До сих пор Бывает стыдно Ну честно говорю До сих пор Я понимаю Что Бог простил Все это давно Уже 2000 год назад Простил Но бывает стыдно И вот Себя трудно простить Честно говоря Это самый сложный труд Наверное Вот действительно Реально Самое сложное Себя простить Вот И принять прощение От Бога Вот И Когда Будучи молодым Священником Я горделиво Там восклицал Всегда Говорил Везде Надо не надо Везде говорил Что Только лишь у нас В православии спасение Только лишь у нас Благодать Только лишь у нас Бог только у нас Только все в православии Только в православии спасение Вот Нигде Ни католики Ни протестанты Никто Вообще не имеют Ничего Абсолютно Вообще Общего С истиной Никакой благодати Не могут быть Они могут Как вот Кураев В своей старой книге Писал Такие гадости Такие тоже Вот Сейчас Слава Богу За ум взялся Уже Человек Слава Богу Молили за него Много раз мы Господь слышит Молитвы наши Вот А Помоложе был Писал Такие тоже гадости Что и я говорил Раньше Что вот Мол только лишь Протестанты Допустим Могут только лишь Допустим Он писал Говорить о Боге Проповедовать Бога Значит Но познавать Лично Бога Можем только лишь Мы православные Потому что у нас Благодать У нас Таинство У нас Христос А у них Христа Нема Как говорится Нет у них Христа Знание только о Христе Да Понимание Христа Вот Но Лично Христа у них нет Только лишь у нас Вот Я тоже так мыслил Сектантским мышлением Таким И Израиль И церковь Болеют одними и теми же болезнями Вот И до сих пор Религиозные иудеи Допустим Многие так считают Реально считают Что только лишь Допустим Только лишь Они Вот Дети Бога Вообще Только лишь У них истина Только лишь Они где больше Ее нету Все Только лишь Так вот Отдельные Отдельные Какие-то познания Там все есть Там какие-то знания Говорения о Боге Но Нет Вот И Мало того Внутри иудаизма Возникают еще Новые и новые течения Которые Заявляют Что вообще Даже другие евреи Мертвые Только лишь Вот у нас Вот именно Вот это вот познание Как и в христианстве То же самое Вот И христианство Заявляло это В целом И внутри христианства Еще отдельные Обособленные группы И еще другие группы Возникают Среди православных Допустим Разные православные Среди православных Есть такие Особенно Такие Радикальные группы Старобрядческие Допустим Я тоже в начале Спасения Думал Что только в нашей Динаминации Истина Ну да Вот Так и есть Так вот и мыслят Но в начале это нормально Это как детская болезнь Знаете Как детская болезнь В начале это нормально Для неофита Для обращенного Для того Кто только Вот пришел к Господу Да Пережил Бога Это нормально Вот В начале Самом Моего спасения Этим я не переболел Я переболел Этим позже уже Потому что Этим перебаливают В сообществах людей Я пережил Господа Без Людского Сообщества То есть Никто мне не проповедовал Никогда Не говорил о Боге Вообще ничего Вот И я не знал Бога Вообще О Боге Никакой теории Вот В этом плане Мне повезло Но я все равно Потом заразился этим Как только начинаешь Общаться с другими верующими Сам того не замечаешь Постепенно заражаешься Этим всем Вот И я заразился этим Да Начал заражаться Еще вот В 87 В 88 Году Читая Значит там Служа в храме Православном Начал заражаться Но это Вначале Сильный был иммунитет У меня Очень сильно Духовный Потому что Ну Просто с Богом Проводил Постоянное время Непрестанно Просто в молитве Вот Начиная вот Ну С 82 С 82 Когда пережил Бога В своей жизни Да До 87 Начало 88 Просто Внепрестанно Вот В этом Пребывая Подростковый период Да Юность Прошла Моя Ну Благословенно Очень Очень благословенно Я вспоминаю И очень Богу Благодарен за это Но вот 87 88 Годы Стали переломными Иммунитет Мой Стал разрушаться Слишком много было больного Вокруг этого Религиозного Сообщества И А в 91 Просто Мой иммунитет Просто Просто был разрушен Вообще Духовный мой иммунитет Духовного человека Моего был разрушен Окончательно Как считалось Вот Действительно И бесповоротно В 91 Году Став священником Я Просто Во все тяжкие Пустился Действительно Духовно Я во все тяжкие Пустился То есть Я значит Действительно У меня прям Настолько Сильная была В это вера Вдруг она включилась Прям Как-то Моментально До того не было А в конце 91 Прям как прорвало Что только лишь у нас В православии Спасение Да вы что Да на самом деле Только в православии Нигде больше вообще Только лишь у нас В наших обрядах Традициях Вот это да И так продолжалось Это безумие мое До самого 96 Года Казалось бы Необратимый процесс Уже все Уже летальный исход Но Господь совершил чудо Господь совершил чудо В 96 Остановил Это безумие мое Это сектантское мышление мое Слава Богу Через возвращение К слову своему Через общение С людьми Которые Тоже больные Ну в меньшей степени Будем договорить Да Больше выздоравливающие Или миллиона Два Три Вот Или там Миллиард человек Как у католиков Допустим Самая крупная В христианстве Деноминация Да Самая крупная В христианстве Ветвь такая Католическая Там больше миллиарда Католиков Или около миллиарда Разные есть мнения Там Почитывающих Вот То Как ни крути Но миллиард Это шутка ли Огромное количество народу Но даже собрав Миллиард людей Или там Или только лишь Два-три человека Допустим Собираясь где-то на квартире Все равно Никто из этих Вот сообществ Ни миллиард Ни два-три человека Не в состоянии Бога Приватизировать Бога Монополизировать Истину монополизировать Заявить Что только лишь у нас Спасение Только лишь у нас Истина Потому что истина в Иисусе Друзья Истина в Иисусе Истина не в нас Ну она и в нас Как бы да Потому что Христос Да в нас Интересно звучит Да Но она не от нас Она с другого мира Это истина Она не от нашего мира Не от этого мира Сто процентов И все наши Человеческие организации Все структуризации Они не могут закрыть Бога Я думал что только у нас Баптистов Правильно понимают Толкуют Библию Александр пишет Да Да это точно С баптистами Общаясь Мне многие говорили Баптисты Да уже Вы уже раз уже Да Ну приняли Иисуса Христа Спасителем своим Вам дорога к баптистам Только Вот Снять рясу Крест И все И стать баптистом Я говорю Ну вот Если бы так все было бы просто Вообще Тогда Это как ранние протестанты Тоже самое так мыслили Да Лютер Кальвин Цвингли Аннабаптисты Первые еще Вот 16 века Они говорили Так вот Очень просто У них Экклезиология была Порой До смешного Проста Они говорили так Вот церковь блудница Вавилонская Это католическая церковь Старая Дряхлая уже Да Значит Вот Над златом чахнет А мы Молодые Новые Мы Церкви Вот Невеста Бог созидает Невесту Поэтому Чтобы стать Невестой Вам нужно Очень простая Была философия Выйти из Католической церкви Примкнуть Какой-то из Протестантских Новых Третьих образований Церковных И все И вы уже Часть невесты Христа То есть Эклезиология была До Вообще Простая Как две копейки Но уже Во втором Поколении И в третьем Поколении Протестантские Учителя Изменили Свою Теологию Да И уже Понимание Совершенно Другое Было Особенно У марафских Братьев Во время Духовных Пробуждений 18 века Мы видим Совсем Другие Взгляды Абсолютно Другие Взгляды Понимание Что Водораздел Между Блудницей И невестой Происходит Не по Конфессиональным Барьерам Не по Конфессиональным Границам А проходят По сердцам Людским Проходят Границы В другом Измерении Совершенно Не в нашем Человеческом Измерении В нашем Человеческом Измерении Если измерять Бога Нашим Измерением То получается Глупость Вообще Получается Пошлость Получается Религиозность Получается Православие Протестантизм Католицизм И всякие Простиизмы Всякий Пофигизм Что угодно Получается Но Не получается Вот Понять Это Бога Это как Как, допустим, нарисовать образ, да, красивый, красивый, ну, красивый хорубь, но заявляя, что вот именно вот это и есть Христос, вот то же самое, то же самое. На самом деле, все наши человеческие вот эти образы, изображения, конфессии, динаминации, это попытки Бога охватить, объять необъятное. Это, знаете, вот я уже приводил пример такой, давно уже, правда, еще раз приведу этот пример, он просто очень показательный. Один из отцов церкви, но это был не один из отцов церкви, потому что на самом деле, потому что это были даже несколько случаев похожих, я нашел в разных редакциях даже, то есть несколько случаев было похожих в разных отцов церкви, но одного из них просто был очень характерный случай, очень похожий, очень как бы, короче, вот за что купил, за то продал. Расскажу Значит, Афанасий, по-моему, Александрийский Кто-то из них, вот, из тех вот Александрийцев Короче, шел по бережку Шел, значит, по берегу Каппотокийцев кто-то есть Кто-то из великих Каппотокийцев, по-моему Вот, шел, значит, по берегу Море И пляж Длинный, протяженный Такой, и он издалека увидел Девочку Ребенка, который бегает К морю и от моря, к морю и от моря Ну, как бы, ну ладно А он размышлял, этот отец церкви Размышлял, как бы, о догмате Троицы О понимании Троицы Или двоицы, или единицы Как раз в 4 веке люди с ума сходили Об этом, вообще И сейчас тоже многие сходят с ума Пытаются спорить Об этих бессмысленных вещах Совершенно, это как вот Для Гулливера спор лилипутов С какого конца бить яйцо С тупого или с острого Вот, остроконечники и тупоконечники Но и те, и другие лилипуты И для Гулливера это было смешно Но, как бы, и странно вообще, да? Вот, то же самое все эти споры Бог двоица, Троица, единица Кто он? Два тысячелетия уже Копи ломают христиане Но сейчас уже немного поугомонились, правда Вот, но в 4 веке, в 5 веке Читаешь, там люди на костры шли За это все, понимаете? Убивали людей за это Вот, погромы были Храм отбирали В тюрьму бросали за это То одни, то другие Там вообще жуть такая Вот, сейчас хотя бы там в тюрьму не бросали Хотя, как сказать, в России бросали в тюрьму даже за это Не веришь в Троицу, да? Попадаешь в тюрьму Да, жестко, конечно Ну ладно Значит, и я, значит, о том отце расскажу И вот он шел себе, размышлял, ломал голову Кто же прав вообще? Как же объяснить, допустим, если, допустим, двоица Отец и сын Как эту двойственную природу объяснить вообще? Или Троицу, допустим Вот, как объяснить правильно? Или Единицу? Как правильно истолковать, допустим Понимание Бога? Он ломал себе голову Короче, его чайник уже закипел уже Он шел и понимал, чем дальше он размышляет Тем больше у него противоречий в голове И тем больше... Потому что из Библии, из Писания, допустим, да? Можно объяснить и одно, и второе, и третье учение Очень даже запросто Из Писания можно объяснить и то, и другое, и третье Вот, значит, и, понимаете, он поэтому просто, ну, как бы Человек был грамотный, полиглот Знал Писание на память Знал Тору, знал на память Пятикнижий Моисеев, получается, значит, да, значит Евангелие знал на память И он просто недоумевал Как же объяснить это все Церкви А споры нешуточные разгорелись У Кападокийца в то время И вот отец церкви шел, шел Уже чайник его закипает уже Голова его, да Вот И... А девочка все играется Она, оказывается... Он подошел поближе и увидел Девочка, значит, оказывается Возле берега моря Вырыла ямку такую себе И она, ну, с каким-то там горшочком там, короче Бегает к морю, черпает оттуда немного воды Значит, и туда, в эту ямку Оказывается, она просто переливает Он, значит, поравнялся с девочкой Смотрит, ну, девочка занялась Ну, чем бы дитя не тешилось Да, как говорится Да И он спросил, девочка А чем ты вообще занимаешься? Что ты хочешь сделать вообще здесь? Она говорит Как? Ты не видишь? Девочка говорит Я хочу вот море Я вырыла ямку И хочу море Перелить полностью Сейчас вот Вот В эту ямочку Ну Мне бы твои проблемы Короче, он говорит Ну, дитя Ну, как это? Ну, посмотри Какая ямочка маленькая И какое море большое Как ты можешь вообще море перелить сюда? Ну, он попытался Ей как-то взрослый дядя По-взрослому как-то объяснить Ребенку И вдруг Баць Девочка Говорит уже Очень серьезно к нему А как ты Там, я не помню Там, ну, очень фраза такая То есть Бог говорил через девочку А как ты, о безумец Пытаешься Меня Объяснить Необъяснимого И в ямку Своего Интеллекта Своего сердца Своей сущности Переместить меня всего И объяснить меня Короче, отец церковный Обомлел Это был Бог Это была не просто девочка Вот тебе и троица Вот тебе двоица Вот тебе единица Бог Это просто девочка, оказывается Короче, он вообще Он завис И девочка исчезла Просто испарилась Просто перестала Для него Как бы существовать Ну, это иное измерение То есть Бог показал ему Себя В виде простой девочки И Ее Такого Неприхотливого занятия И показал И сказал Что ты Вообще Дружишь с головой Ты пытаешься Объяснить Бога Меня В этой ямочке Все море А еще Девочка еще сказала Что я больше Чем это море А твоя Ямочка Меньше Чем это ямочка Даже Вот так вот Но люди Да, и тут Отец церкви Он как раз И спорил Закончил эти Перестал спорить Об этом Вообще Просто стал любить Бога Просто стал любить Влюбленным В Бога Вот И все Все эти Богословствования Вот О том Чья конфессия Правильная Какие традиции Более правильные Какие учения Более правильные Они Как споры Лилипутов С какого конца Бить яйцо Споры о Боге Какой он Я знаю Он хороший Я знаю Он добрый Он любящий И Он Действительно Хочет Чтобы все мы спаслись Он хочет Дать нам жизнь И он дает нам жизнь Жизнь с избытком Спасибо тебе Господь Спасибо Ты действительно Маленькая девочка Эта Которая Вразумила Того Седовласова Старика Ты действительно И Альфа И Омега И начало И конец И первый И последний Даже то Что в Библии О тебе говорится Это заставляет Просто наш разум Просто закипать То что о тебе Говорится в Библии Это просто не влазит Даже Даже то что Открыл ты нам В этой маленькой ямочке Даже это Нам просто Не под силу понять Уразуметь до конца Не говоря уже Про безбрежный океан Твоей сущности Твоей любви Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Святой Благоставить Благоставить церковь свою Благоставить церковь Быть свободной От всякого рода Этого безумия Религиозного От всякого рода Споров богословских От всякого рода Вот этих Да Они конечно Споры нужны порой И важны Да Тоже Чтобы открылись Искусственные Да Ты Говоришь что Должно быть Среди вас И ересям Удивительно Упражнения Для умов наших Господь Но самое важное Чтобы мы Любили тебя Братья Братья Сестры И Другой Отец Церкви Тоже имея Похожее Переживание Очень похожее Блажен Августин Вот второго я запомнил Точно Блажен Августин Он сказал интересные вещи Уже в пятом столетии То было в четвертом столетии А второе переживание Было очень похожим Тоже Тоже на берегу моря Вот Значит Это было У Блаженного Августина В пятом столетии уже Лет через пятьдесят Не больше даже Лет через семьдесят Наверное Короче не важно Ну Уже в середине пятого столетия И Блажен Августин Сказал По поводу этих Богословских споров Очень хорошую вещь Крутую вещь Он сказал Что в главном У нас должно быть единство Во второстепенном Свобода Разнообразие Именно разнообразие А во всем Любовь В главном Единство Во второстепенном Разнообразие А во всем Любовь Спасибо тебе Господь За все Спасибо Благодарю тебя Благодарю Сегодня В эту эпоху Пробуждения Это очень актуально Друзья Сегодня это очень актуально Потому что церковь Конфессиональная Церковь Как именно Динаминационная Церковь Именно как Сектантского Мышления Никогда Никогда И ни за что Не способно будет Приобрести весь мир Потому что в этом мире Навалом Подобного В этом мире Религии Навалом Вообще Тысячи Тысячи религий Ислам Не менее убежден В своей Исключительности Допустим Да Я общаюсь Со многими Мусульманами Религиозными Вот Иудаизм Не менее убежден Хотя Есть много Всяких Философских Течений Современных Более Либеральных Но убежден В своей Исключительности Буддизм Хотя это не совсем Религии Даже как бы Но культура Больше Наверное Одним словом Религии Масса В этом свете И христианство Как религия Это не уникальная Вещь Совершенно Это Одна из многих Религий Да В чем-то имеет Преимущества Конечно же В чем-то имеет Свои недостатки Ну как и все остальные Религии этого мира Но христианство Как Христос В нас Упование Славы Не имеет аналога Христианство Как действительно Явление Бога Не имеет аналога Это действительно Имеет лишь прообразы В Израиле Но не имеет аналога Это действительно Это самородок Это с неба Это уникум Это действительно Дар Бога Самого Бога Друзья Сегодня Еще раз прочту Это из Писания И Ефесянам 5 глава С 25 стиха Мужья Любите своих жен Как и Христос Возлюбил церковь И предал себя за нее Муж и жена Вот такие отношения Опять-таки На этот случай Там Всякие эти старые анекдоты Что Муж говорит Я глава Я глава А жена А я шея Куда хочу Туда Головой И верчу Вот так вот Очень хорошая Иллюстрация Анекдотичная Но и жизни Потому что На протяжении Двух тысячелетий Чаще всего 99 процентов И девять десятых Времени всего Чего греха таить Церковь была Вот такой Хитроумной Такой Женой Которая себя Видела шеей Куда хочет Туда головой И вертит Вот так вот То есть Как больной Я сравнил Помните Недавно С больным человеком Который В жизни так Который С головой Не дружит Не слушается Голова Тело Не слушается Головы Страшно Смотреть На таких людей Да И молюсь Об исцелениях Этих людей Молюсь Об исцелениях От всяких Других Недугов Вот И Самое удивительное Такие люди Могут быть Очень умными Вот Но Вот Их тела Не слушаются Их головы Их умная голова Казалось бы Да Значит Светлая голова Но Тела Не слушаются Их голов Страшная вещь И вообще Больше Или меньше В каждом Человеческом теле Есть нечто подобное Когда Наши Тела Наши органы Какие-то Определённые Они не слушаются Головы Это болезнь Возникает Каждый раз Друзья И Сегодня Пришло время Действительно Когда Пришло время Дружить с головой Одним словом Эпоха Дружба с головой Да Печальна такая семья Да И о семье О, о семье Ещё Вспомнил такую вещь Тоже Анекдот такой Я как-то подписался На рассылку Христианских анекдотов Давно уже Не получал А так подписался Одно время И получал Каждую неделю Такую рассылочку Всяких Забавных случаев На проповедях Всяких там и прочее Анекдотов Всяких христианских И вот значит Таких притч Неканонических Как говорят В некоторых кругах Религиозных И вот значит И Смысл такой Ой, короче Ладно Расскажу Пришли На небеса Мужчины и женщины Ну достаточно много Их встречают Ну как говорят You welcome И встречают их Ну кто Ну Пётр допустим Да, Пётр Петрович Он встречает их С ключами Рая Всё хорошо Добро пожаловать В Царство Божье Стоп Ещё один Проведём Такой маленький Тестик Это вас Впереди Вечность С вас не убудет Маленький Тестик Ладно Вот И он сказал Петрович Ты говори Вот по правую руку Встаньте сюда Пожалуйста Те пары Мужчины и женщины Да, мужья и жёны Где Жёны Своих мужей Слушались А Леворуч Встаньте Те Где Не слушались Жёны Своих мужей Короче Все побрели Туда Где не слушались Только лишь Одна пара Встала Туда Где слушались Пётр подходит К брату К этому Проворуч Подходит К брату И говорит Слушай Как у тебя получилось Вообще Расскажи Поделись Опытом брат Тот говорит Не знаю Она сказала Иди сюда Я и пошёл сюда Она сказала Иди Пошли сюда Я и пошёл сюда Да Это уже клинический случай Такой Да Вот так вот Но Горькие Анекдоты Конечно Но вообще Это весьма печально Что По отношению К церкви Ужасно Конечно Ужасно Одним словом Пришло время Покончить Нам с матриархатом Уже Двухтысячелетний Матриархат Двухтысячелетняя Такая Проблема С головой У церкви Вот Проблема Не в голове Проблема с головой Во взаимоотношении С головой И вот Торжественно Объявляю С сегодняшнего дня В преддверии праздника Пятидесятницы Торжественно Объявляю Открытой Эпоху Дружбы С головой Ура Товарищи Аллилуйя Так что да Уже сегодня Вечером Начинается Предпразднество Кстати да В пятницу И в субботу Будет сам праздник Пятидесятница По библейскому Календарю Если брать Ну по церковному Из-за антисемитизма Чуть позже Но не беда Лучше поздно Чем никогда Конечно да Как говорится А лучше поздно Чем никогда Но Сегодня Благодарю Бога За жизнь Благодарю Бога За то что Действительно Он Несмотря ни на что Несмотря Да Жена Которую ты мне дал Она дала мне есть Дмитрий говорит Да Это от старого человека Еще Это от старой природы От старого Адама Не от нового Адама Наверное Поэтому Иисус Да и не женился Да Чтобы значит А то бы тоже Подкаблучником стал бы Шутка Ладно И Да Другая версия была у меня Когда-то Что Жена Ева Наша прамама Понимая что Наш прапапа Адам не будет есть Запретный плод Она просто накрошила Ему там Сделала там Какой-то пирог там Не знаю короче Яблочный Тот съел И вдруг прозрел О так мы голые Ты голая жена И я голый Вообще Что с нами Съел Вот так вот Не исследуя Ну Короче Как бы то ни было От старого человека От старого человека Идет вся эта ерунда Вот От нового человека От Христа Неженатого Будем так говорить Да Идет совсем другое Вообще Другой мотив Другой позыв Абсолютно Абсолютно Спасибо тебе Господь Спасибо Благослови народ свой Сегодня Благослови детей Своих сегодня И сегодня Совершим тоже причастие Давайте друзья Хлебопреломление Вот Это таинство Которое совершается Уже два тысячелетия Но оно совершается Как правило Всегда В непослушании Христу Но приходит время Когда уже пять столетий Эта эпоха Реформации Продолжается То есть восстановление Покаяние И исправление церкви Особенно последние Десятилетия Действительно Величайшее пробуждение Духовное Которое не имеет аналога В истории христианства Вообще Происходит Слово Божье Сегодня Библия даже Если брать Просто констатирует Факты некоторые Слово Божье Сегодня распространено Как никогда раньше Вообще В истории человечества А благодаря интернету Сегодня звучит Слово Божье Вообще Везде Везде И везде Спасибо тебе Господь Спасибо Да друзья Спасибо Господь Спасибо И по сути Причастие Это таинство Верности нашей Таинство любви Но именно Еще и таинство Верности нашей Что он Предал себя За нас Он Предал себя За каждого Из нас И сегодня Благодарим Его Мужья Любите Свои Жен Как Христос Возлюбил Церковь И предал Себя За нее Чтобы Осветить Ее Очистив Банию Водную Посредством Слова Чтобы Представить Ее Себе Славную Церковью Не имеющей Пятна Или порока Или чего Либо Подобного Но дабы Она была Свята И Непорочна Аминь Спасибо тебе Господь Спасибо 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 тебе Святой Спасибо Благодарю Тебя И пусть Сегодня эти слова Звучат Для всей Церкви Вкупе Для всего Христианства Для каждого Человека Именуемого Христианином Как было В Израиле Далеко не все Те кто Назывались Евреями И были обрезанными Далеко не все Те кто назывался Израильтянином Были израильтянины На самом деле Духовно Вот Однажды было Даже такое Что вообще Жуть такая была Что Илья считал Что он вообще Один остался Вообще даже В Израиле Представляете Там народу Кругом полно Миллионы людей А он считал Что он только один Остался у Господа Хотя Господь Сказал ему Что он Сберег еще Души Тысячи людей Но Илья не видел Их просто Не знал никого Вот Да То есть На видимом фронте На видимом фронте Он был один Вообще Вот Даже такие моменты Бывали В истории христианства Тоже такие бывали Моменты Вот И сегодня Господь Благоставляет нас Детей своих Благоставляет Миром своим Исцеляет нас И Образ мышления Ветхого Адама Уходит в прошлое Во имя Иисуса Христа Образ мышления Нового Адама Он Становится Главенствующим В нас Аминь Спасибо тебе Господь За все Возьмите себе Хлебушка Друзья Совершим Сегодня причастие Тоже Евхаристию Таинство Верности Нашей Таинство Верности Таинство Любви Верности Христу Спасибо тебе Господь Спасибо Я не шея Которая Верчу Куда хочу Ты глава Я слушаю С тебя И тело Мое И дело Мое И служение Мое В послушании Тебе Я отрекаюсь От всякого От всякой Неверности Отрекаюсь От всякого Своеволия От всякого Этого Доставшегося Еще от Старого Адама Неправильного Господь Ты не подкаблучник Господь Ты Действительно Господь Господин Спасибо тебе А я не урод Который Не слушается Главы Я исцеленный человек Да Уродом был Особенно Те годы Что К сожалению Да Я был когда Традиционным Священником Православным Я был уродом На самом деле Потому что Духовно Да Не слушался Главы Особенно С конца 91-го года Да Господи Прости Ты простил Но я До сих пор Вспоминаю И больно До сих пор Бывает До самого 96-го года Господь Боже Да Действительно В духовном Мире Мой внутренний Человек Был Настолько Уродлив Это страшно Но Господь Память об этом Не нужна Для служения Всего Которого Ты Мне призвал Потому что Сегодня Действительно Идет Духовное Сражение За десятки Тысяч Православных Священнослужителей Разного Уровня Которые Сегодня Находятся В этом Уродстве Не Слушаясь Не Слушаясь А порой Даже И не Слышит Тебя Господь Чаще Всего Даже Не Слышит Тебя Не Знаю Даже Тебя Еще Называясь Христианами Да Как И в Израиле Так И в Церкви Да Многие Люди Называются Твоими Но Тебя Не Слышат И Не Знают И Не Видят Господь И Молю Тебя И За Миллионы Людей Которые Доверяют Слепым Пастухам Пастырям И Идут Слепые За Слепыми Слеповодящими Господь Пусть Это Шествие Смерти Будет Остановлено Господь Потому Что Ты Хочешь Чтобы Все Люди Спаслись И Достигли Познания Истины И Сегодня Принимаю Причастие Как Обет Верности Принимаю Причастие Обет Послушания Тебе Принимаю Причастие Как Обет Любви Потому Что Это Действительно Знаки Великой Любви Твоей Знаки Божественной Любви Ибо Так Возлюбил Ты Бог Мир Что Отдал Сына Своего Ненародного Дабы Всякий Верующий В Тебя Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Да Это Аксиома Наша Это Правда Это Золотой Стих Из Писания Это То Господь Боже Что Помогает Нам Лучше Понимать Все Писание Откровение Твое Господь И самих Себя И тебя Самого Но Пусть Господь Каждого Верующего Каждого Христианина Личный Господь Божий Твой Дух Святой Касается И Познает Ведь Это Печать Твоя И Познал Господь Своих Спасибо Тебе Господь Спасибо Мы Познаем Тебя Ты Познаешь Нас Спасибо Тебе Святой Спасибо Спасибо Святой Спасибо 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 Люблю Господь Твой Дом Черток Любви Твоей Люблю Я Церковь Из Людей Искупленных Христом Люблю Я Церковь Из Людей Искупленных Христом Люблю Предвечный Бог Я Церковь Твой Алмав Ты Как Зрачок Лучистый Глаз Хранишь Ее Порок Ты Как Зрачок Лучистый Глаз Хранишь Ее Порок Аллилуйя Аллилуйя Сегодня Сегодня Ночью Эту песню Я Как раз Вспомнил И Отложил Ее Для Сегодняшнего Утро Эфира Но Самое Интересное Это Было Такое Откровение Сегодня Было Сегодня Хочу поделиться Утром Этим Откровением Вчера Вчера Днем Шел Я Вот Как Раз Отсюда По Братиславской Ну Это По Этим Улицам Короче От Метро Черниковская Шел Вот И представляете И там Есть Кинотеатр Старый Такой Уже Такой Полузаброшенный Кинотеатр Алмаз Называется Вот Там Они Сдают В аренду Всякие Помещения Под фитнес Под что-то Еще Там Сдают В аренду Ну Помещение Есть Как бы А Как кинотеатр Не используется Фактически И вот И он Называется Знаете Как Алмаз А я Подходил К нему Ну Проходил Мимо И Остановился Как Вкопанный Как раз Я шел Молился И вот Надпись читаю Кинотеатр Алмаз Я прям Алмаз Действительно Алмаз Это вот Прямо Представился Духовно Алмаз Церковь Алмаз Церковь Как Алмаз И потом Ночью Эту песню Вспоминаю Я прочитывал Песни Эти Вот как раз По сборнику Песни Возрождения И вот Здесь мне так понравилось Церковь Твой Алмаз Думаю Стоп Точно Да Я раньше Не обращал Внимание Просто на этот момент Я слышал Эту песню Много раз Ну как Ну не то что много Но несколько раз Слышал ее Вот Но никогда Не обращал Внимание На эти слова Что церковь Твой Алмаз Здорово Думаю Классно Классно И что действительно Это очень ценно Это очень ценно В глазах Всевышнего Аллилуйя Отец Я благодарю Тебя за все Благодарю Господь За милость И любовь Твою Благодарю Тебя Обет верности Обет любви Да Господь Люблю Тебя И верен Тебе Во все дни жизни моей Спасибо Тебе Господь И моя неверность Она Спасибо Господь Она не истребила Она не победила Твоей верности Ты остался верен Господь И Твоя верность Это действительно Великая Вещь Это гарантия Боже Вообще всего Спасения Жизни Твоя верность Твоя любовь Спасибо Тебе Господь За все Спасибо Спасибо Благослови Господь Тело Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Пейте Ешьте Друзья Христос В нас Упование Славы Аминь 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 Спасибо Господь Спасибо 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 Аминь 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 Чаша верности и любви Кровь нового завета Агнца кровь Спасибо Господь Бог во Христе примирил Собою весь, абсолютно весь мир Все свое творение спас Спасибо Господь Спасибо Лехаем за жизнь Аминь Аминь За жизнь всего мира Ты отдал свою жизнь За жизнь всего мира Твоя жизнь Спасибо Господь, спасибо Тебе Святой Спасибо 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 Господь, спасибо За верность и любовь Спасибо Господь Спасибо 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 Завет любви, завет верности В крови Твоей, теле Твоем Спасибо Благоставляю вас дети Божьи, благоставляю Поздравляю всех причастников, причастниц, да Любви и верности причастников, причастников божеского естества Благоставляю Благоставляю стихами Благоставения священников Благоставляю Израиль Дары и призвания Божьи не приложены Так не покаялся Александр, говорит За брата Вот Да Теперь Благоца Благоу Благоу